Дорогие друзья, всем привет! Сегодняшнее видео обещает быть очень вкусным и полезным. Я поделюсь с вами двумя рецептами из вяленых слив, дам полезный совет, касающийся вяленых слив и вяленых помидор. Так что смотрите это видео до конца и вы узнаете, как с помощью этих простых продуктов разнообразить свое зимнее меню и сделать из простых блюд и простых рецептов блюда, как в лучших ресторанах мира. Для вяленья подходят плотные такие сорта слив. То есть, когда вы выбираете сливы, сливы должны быть плотные, такие жесткие. Даже можно, чтобы они были слегка недозрелые, потому что мягкие сливы не подойдут. В общем, сливы для первого, для второго рецепта нам нужно предварительно завялить. Вялить я буду в духовке. Можно вялить в дегидраторе, но в прошлый раз, когда я вялила, у меня на это ушло почти 24 часа. В духовке этот процесс будет быстрее. Так что, поехали. Сливы разрезаем пополам, достаем косточку и укладываем на противень, застеленной бумагой. Вот так вот это все происходит. Сейчас слив много, сливы недорогие продают. Так что, друзья, вы еще успеваете, чтобы у вас в зимнее время был деликатес такой на столе. У меня получилось два противня и вот такая вот решетка. В среднем у меня сюда поместилось где-то у меня было 6 килограмм слив, минус косточки отходы 5,5 килограмм. Все, присаливаю сверху крупной солью. Это нужно для того, чтобы влага быстрее отдавалась, то есть именно крупной, не мелкой. Присаливаем не сильно, чуть-чуть. Сливы я убираю в духовку. Включаю режим конвекции 80 градусов, минимально 5 часов. Буду смотреть. Вы тоже смотрите по своей духовке. Сливы у всех разные, бывают большие, бывают маленькие, мясистые. Поэтому этот процесс нужно контролировать. В общем, 5 часов, а там уже посмотрим. Это уже у нас следующий день. Сливы довялились. Значит, что я хочу сказать. Конечно же, на решетке сливы завялились очень быстро, буквально за 7 часов. Потому что, вы помните, я сказала, что в дегидраторе у меня вялились 24 часа. В противне, конечно, сливы бы еще вялились и вялились. Поэтому, как только сливы были готовы на решетке, я их скинула в тарелку и переложила с противня на решетку и довялила за 3 часа. В общем, в любом случае, вы смотрите по своей духовке, по размеру слив. Самое главное, сливы у вас должны получаться. Ну, допустим, я не хочу сильно их засушивать, если они у меня подсушились, но в то же время внутри остались очень такими, ну, как бы насыщенными. Есть вкус, есть мякоть несухая. То есть, моя задача сделать вкусные сливы, а не сушеные сливы, то есть вяленые сливы. Все, перекладываю сейчас в тарелку сливы. Ну и теперь, дорогие друзья, как я и обещала, делюсь с вами двумя рецептами из вяленых слив. В первом варианте нам понадобятся сливы вяленые, оливковое масло, травы, можно итальянский уже сбор прованских трав. Я буду использовать по отдельности у меня сушеный базилик и орегано. Чеснок, все это по желанию, как любите, можно поменьше, можно побольше. И красный острый перчик. Первый рецепт очень похож в вяленые сливы, как и вяленые помидоры. Делаются с чесноком, с прованскими травы, с оливковым маслом. Единственное, добавляем сюда жгучий перчик. Чеснок нарезаем кружочками. Красный перец нарезаем ломтиками. Вполне будет достаточно этого количества на одну небольшую баночку. Баночка у меня, по-моему, грамм 600. Все. Здесь проще не придумаешь. Укладываем сливы. Пересыпаем чесноком, острым перчиком и травами. Чесноком, острым перчиком и травами. Заняло буквально у нас несколько минут. Все. Добавляю сюда оливковое масло. Я не кипячу ничего. Мне нужно оставить всю пользу масла. Масло пропитается сливами, чесноком, прованскими травами, острым перчиком. Будет очень ароматное и вкусное. У нас есть такая прекрасная крышечка для души. Как говорится, лучше не придумаешь. Первый вариант уже готов. Три минуты. Хранить нужно обязательно в холодильнике. И теперь второй вариант, как я обещала. Для этого нам понадобятся орехи. Я взяла грецкие орехи. Предварительно я их ночь вымачивала и потом подсушила. Обязательно вымачивайте орехи. Независимо грецкие. Можно взять миндаль, кешью, кедровые. В общем, как хотите. Все. И мед. Сейчас укладываем сливы. Можно сделать, если у вас есть желание, вот таким вот образом заделывать вовнутрь орешек и складывать. Ну, я буду побыстрее. А то, мне кажется, если так вовнутрь делать с орешками, слишком быстро все семья съест. Потому что это очень вкусно. Вкус этих слив, он такой очень приятный, вяленый, с кислинкой. Баночку наполовину заполнила. Теперь наливаем мед. Сливы пропитаются медом. Орехи с медом. Представляете, как это вкусно. Мед постепенно спускается. Добавляем сливы. И доливаю сверху мед. Когда уже мед до конца опустится в баночку, я доложу сливы. А может быть, и не доложу. А может, просто медом сверху побольше налью. Так, вот почти уже мед весь прошел. И закрываем крышечкой. Шикарная крышечка с названием «Сладкая жизнь». Одна баночка у нас для сладкой жизни, а вторая баночка у нас будет для души. Вот. Такие два разных рецепта. Ну и теперь самый главный совет, который я хотела дать вам в этом видео. Вы видите, что сливы у меня остались. Я беру пакетик. Складываю. Сливы я положила в пакетик. Точно так же я поступаю сейчас с вялеными помидорами. Что мне это дает? Первое, что, допустим, когда у меня закончится баночка с чесночком и с перчиком, я достану с морозилки сливы и сделаю еще одну баночку. Залью свежим оливковым маслом. Во-первых, это сэкономит бюджет, да, потому что вам не нужно сразу делать много баночек, закупать много оливкового масла, потому что оливковое масло – это достаточно дорогой продукт. Следующее, допустим, вы съели баночку сливы с грецкими орехами, и вам захочется приготовить, например, с орешками кешью. Вы опять достаете нужное количество слив из морозилки и делаете все то же самое. Они моментально отходят, буквально 5 минут, и они будут точно такие же, как будто бы их только что вытащили из духовки. То же самое я делаю и с вялеными помидорами. Допустим, если у меня будут заканчиваться вяленые помидоры в масле, я буду заливать. Также я просто могу брать вяленые помидоры, использовать их в разные блюда, салаты и так далее и тому подобное. В общем, действительно, это очень удобно. Обязательно делайте такие заготовки на зиму, потому что это позволит расширить ваш зимний рацион, делать ваши блюда насыщенными, немножко менять. То есть обычные блюда меняют свои вкусы. То есть я очень рекомендую вам заготавливать на зиму вяленые помидоры и вяленые сливы. Дорогие друзья, попробуйте. Это правда очень вкусно, очень полезно. Так что готовьте и радуйте своих близких вкусняшками. Все, на этом я заканчиваю. Как я вам сказала, очень вкусное видео. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Андрей Соленый. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...